Ночь. 8 сентября 2008 года. Жители Одинцова отпраздновали День города. Сотрудники тогда еще милиции Игорь Нищедим и Вячеслав Гичко закончили смену и направлялись домой. Но поступил вызов. В общежитии в доме номер 36 на улице маршала Жукова начался пожар. Сотрудники полиции просто прибыли первыми. Ну так получилось, наверное. И пожарные прибыли. Разница была несколько, может быть, даже секунд. И если вы знаете, когда случаются такие, к сожалению, трагические ситуации, это пожар, здесь много людей, это общежитие. Люди кричали, просили о помощи. Бросились на помощь незамедлительно. Но обратно Игорь Нищедим уже не вернулся. Пытаясь спасти людей, он задохнулся от едкого дыма. В память о самоотверженном поступке сотрудника полиции на здании общежития установили мемориальную доску. Открыть эту мемориальную доску был наш долг. Для того, чтобы о нем знали жители, которые проживают в этом доме. Чтобы любой прохожий останавливался, читал и задумывался о мужественном поступке, о мужественном человеке и отдавал дань уважения настоящему герою. Сосредоточенный, но добрый взгляд. Военная выправка. Погоны. Таким Игорь Нищедим, участковый оперуполномоченный, остался в памяти коллег и близких. Он был очень заботливым, очень добрым. У него мама педагог, она очень добрая. Вот он весь в нее. Это два добрейших человека. Мы с мамой до сих пор очень тесно общаемся. Она мне как родная мать. С теплотой и любовью супруга Ольга вспоминает и первые свидания, и по-настоящему счастливый брак с Игорем. Слезы от потери не высохли до сих пор. Словно и не было этих 15 лет. Но на душе стало спокойнее. Теперь есть место памяти, куда всегда можно прийти. Он из Саратова. И он похоронен очень далеко. К сожалению, в Саратове я не могу ездить постоянно в силу разных обстоятельств. И теперь хотя бы у меня есть куда прийти. Это очень важно для меня. Это очень важно. Возложить цветы пришли коллеги, жители города, депутаты, кадеты. Открытие мемориальной доски – дело вдвойне важное. Ведь она не только увековечивает память героя, но и заставляет даже случайных прохожих задуматься о мужестве и чести. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».